Столько мусульман одновременно в областной мечети никогда не было. Большой зал мещает до 7 тысяч человек, однако люди продолжают пребывать. Кто уже успел, занял себе место. Буду просить у Всевышнего сегодня здоровья для своих родных, а для себя хочу попросить, чтобы в будущем я благополучно поступил в университет, получил образование и устроился на работу. В мечети идут проповеди священнослужителей. Здесь же совершают намаз, читают Коран, угощают пришедших сладостями. Словом, правильными деяниями искупают грехи. Люди, которые по каким-либо причинам не держали уразу, в эту ночь тоже могут молиться и просить у Всевышнего здоровья и благополучия. Правда, им желательно устроить для других вечернюю трапезу, аузашар, после чего можно рассчитывать и на прощение грехов. Каждому мусульманину следует провести эту ночь, обращаясь со своими пожеланиями к Всевышнему Аллаху о себе, о семье, о родственниках, о благополучии в этом и будущем мире. В общем, обо всём, что его так или иначе тревожит. Сегодня здесь это делают тысячи верующих. В эту особенную ночь Аксакал Кинжитай Мейльбаев впервые пришёл в мечеть с внуком. Говорит, что, несмотря на свой пожилой возраст, будет совершать намаз и не сомкнёт глаз до самого утра. «Если просить у Аллаха что-то с чистым сердцем, то это обязательно сбудется. Я много лет хожу в мечеть и всегда прошу у него одного – мира во всём мире». Хадыр-Тюны выпадает на 27-ю ночь священного месяца Рамадана. Утверждается, что именно в эту ночь на землю была неиспослана священная книга Коран. А потому вероятность исполнения желаний верующих велика. Главное – не уснуть и продержаться до рассвета. Бахрам Талибжанов, Николай Иванов, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания «Отарар».